Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачева-Черкесия». Карачева-Черкесия проходит второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». По результатам проверки выявлены пять граждан Азербайджана, которые незаконно находились на территории России. В отношении данных граждан составлены административные протоколы. Материалы направлены в Черкесский городской суд для принятия решения об административном выдворении за пределы России в формате принудительного перемещения через государственную границу. Гражданину Российской Федерации, привлекшему к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, будут составлены административные материалы по части 1 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан. В День гражданской обороны во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах страны под руководством МЧС России прошла штабная тренировка. В каждом субъекте была смоделирована наиболее сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций. Участники отработали различные задачи в ходе штабной работы и практических действий. Сценарии мероприятий включили в себя проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зоны ЧС, строевые смотры личного состава и техники. При этом особое внимание было уделено всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления. Главная цель тренировки – это проверка нашей готовности к действию по предназначению. Важно отработать все задачи, в том числе вопросы оповещения и информирования населения, отметил глава МЧС Александр Куренков. В нашем регионе практические мероприятия прошли на базе филиала «Русгидро». На объекте прошли практические действия пожарно-спасательных, подразделения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. Основной целью тренировки стала отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне. Они дарят тепло и любовь детям. Праздник «День учителя» отметили в Республиканском детском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В праздничном мероприятии приняли участие министр труда и социального развития Карачева-Черкесии Динара Камурзаева и уполномоченный по правам ребенка в республике Мария Алакаева. На праздничном мероприятии побывал Алихан Лепшоков. Вы те, кто дарите нам свое тепло и доброту. На праздничном мероприятии воспитанники Республиканского детского дома дарили свои яркие и музыкальные номера. Министр труда и социального развития Карачева-Черкесии Динара Камурзаева поздравила всех виновников торжества с Днем учителя и подчеркнула, что на плечах у воспитателей и педагогов лежит титанический труд к социализации и становлению личности ребенка. Учитель – это одна из самых важных, самых нужных профессий на планете. Я думаю, что ни для кого не секрет, что первая буква, первое слово, первая палочка, первое предложение, первый документ в новую большую взрослую жизнь – это то, что дает учитель. Воспитатель, потому как мы объединили сегодня эти два важных мероприятия, воспитатель – это тот же педагог, ребята правильно отметили. После министра труда и социального развития Динара Камурзаева отметила почетными грамотами ведомства воспитателей, педагогов и детского дома. Также виновников торжества поздравила и уполномоченный по правам ребенка в республике Мария Лакаева и вручила грамоты работникам социального учреждения. В свою очередь грамотами парламента республики отметил своих сотрудников директор республиканского детского дома Бодрудин Бажев. Вы видите, какие дети выступают. У нас они артисты, они выступают, не все нам делают. Спасибо им, спасибо вам, что вы приехали. Сегодня праздник, ну вот педагога, я хочу всех поздравить с этим праздником. Здоровья вам, счастья, долг лет вам жизни. Отрадно видеть, что наш труд отметили. Приятно видеть, что наши дети организовали нам такое яркое праздничное мероприятие, отметили воспитатели-педагоги. Я воспитатель, у меня очень много выпускников. Я до сегодняшнего дня с ними поддерживаю близкие, хорошие отношения. Это наши дети, это наше будущее. Что мы в них заложим, то они по жизни и пронесут. Всем коллегам мира, добра, здоровья и терпения. Также Динара Камурзаева посетила праздничное мероприятие и в детском доме забота. Алихан Лепшоков, Мурад Джанкезов, Вести Карачева, Черкесия, Узигутинский район. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим. Субтитры подогнал «Симон» В этом году исполнилось бы 80 лет доктора исторических наук, заслуженному деятелю науки Карачева-Черкесии Рамазану Хусиновичу Кирейтову. В память о нем в Республиканской библиотеке имени Халима Адбайра Мукова прошли научные чтения, на которые приехали специалисты из многих регионов России. О месте человека в истории и науке в репортаже Артур МХЦ. Человек-эпоха. Ученый, который оставил после себя огромное наследие. И что не менее важно, его труды придали коллегам из научного сообщества уверенность в правильности выбранного пути. Доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки Карачаева-Черкесии Рамазану Кирейтову в этом году исполнилось бы 80 лет. О месте человека в истории можно судить по отзывам знавших его людей. И организованное в Республиканской библиотеке мероприятие в память о выдающемся для ногайской истории, филологии и этнографии ученым еще раз доказало его величину и значимость. Ученый становится таким большим информационным поводом для проведения чтений в его честь, когда он вносит существенный вклад в ту область науки, которой он занимается. И Рамазан Кусинович всей своей научной и творческой деятельностью как раз нам это и доказывает. Участники научных чтений отмечали, какое влияние на их судьбу оказало созданное и оставленное Рамазаном Кусиновичем наследие. В жизни каждого он сыграл значительную роль, а труды стали, можно сказать, опорой для следующих поколений. Тогда было все сенсацией, тогда было все ново, и до сих пор это актуально, потому что именно с опорой на то, что сделал он, развивалась дальнейшая этнография, этнология. И не только эта наука, историческая наука, филологическая наука, литературоведение, фольклористика, языкознание, вот все науки, они развиваются с опорой на это наследие. Директор научно-образовательного центра при президентской академии в Астрахани Эльдар Идрисов познакомился с Рамазаном Кирейтовым в 1996 году во время этнографической конференции. Он говорит, что тогда не мог предположить о судьбоносном значении той встречи. Однако знакомство на мероприятии со многими учеными, историками, краеведами и общение с ними на многие актуальные темы повлияло на молодого тогда еще человека. Его значение, конечно, для нас оно многогранное. Он заложил основы современного многоеведения, особенно то, что касается этнографических исследований. Его труды, они являются, скажем так, для нас эталонами, да, входит в нашу стереографию, когда мы изучаем многие-многие вопросы. Он оставил очень светлую память, светлый след, даже в контексте, ну, не только научной деятельности, общественной деятельности. Помню, как он рассказывал о тех мероприятиях, которые были связаны с ногайской культурой в Астраханской области, когда он не только выступал как ученый, но и даже танцевал в ансамбле, которые приезжали в Астраханскую область. Многогранности, умение использовать свой талант, свои знания в важном для народа деле, сохранении его исторической идентичности, узнаваемости культуры, языка. Значимость Рамазана Кирейтова для научного сообщества при жизни была отмечена многими званиями и наградами. Но теперь его труды являются фундаментом для дальнейших исследований. Артур Махцег, Алина Алиева, Вести, Карачаев, Черкесия. Ипотека – один из главных инструментов покупки жилья, особенно для молодых семей на сегодняшний день. Для привлечения клиентов появляются новые программы ипотечного кредитования. Подробности в интервью с адвокатом Людмилой Дураевой. Слово передаю Альбине Курочиновой-Кенжевой. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Людмила. Сегодня в очередной раз у нас в гостях успешный адвокат Людмила Дураева. И сегодня мы поговорим о различных видах ипотеки. Здравствуйте, Альбин. Да, на сегодняшний день существует ряд ипотек. Начнем разговор, наверное, с более такой востребованной программы, такой как семейная ипотека. В 2023 году изменились условия получения данной ипотеки. Теперь она доступна еще и детям с двумя детьми не старше 18 лет. Значит, ставка до 6% годовых. Первоначальный взнос от 15%. Может предоставляться сумма от 6 до 12 миллионов, также от 15 до 30 миллионов, но при этом будет использоваться рыночная стоимость. Вот. Кредит можно получить максимум сроком на 30 лет. Значит, что можно получить в кредит, какие условия, значит. Можно получить вторичное жилье в сельской местности. Можно заключить договор с застройщиком и получить квартиру. Также можно приобрести земельный участок или же жилой дом. Вот. Это что касается семейной ипотеки. Есть на сегодняшний день также востребованы ипотеки на новостройки. А данная ипотека, она будет действовать до 1 июля 2024 года. Значит, условия льготной ипотеки увеличились. Ставка на сегодняшний день до 8% годовых. Первоначальный взнос также 15%. И сумма тоже от 6 до 12 миллионов. И при желании она может быть увеличена от 15 до 30 миллионов, но при этом будет использоваться рыночная программа. Вот. Значит, можно приобрести в кредит жилье у застройщика, готовое жилье у застройщика, квартиру в строящемся доме и дом-земельном участке. Существует также на сегодняшний день очень востребована льготная ипотека для IT-специалистов. Но в 2023 году внесли изменения в условия данной ипотеки. Значит, внесли такой критерий, как возраст. Значит, 5% годовых до 15% первоначальный взнос. Сумма от 9 миллионов до 18 миллионов. Приобрести могут воспользоваться данной ипотекой только те лица, которые проработали в IT-аккредитованных компаниях более 5 лет. Точно так же могут приобрести готовую квартиру в строящемся ЖК или же жилой дом от застройщика, жилой дом с земельным участком. То есть, ну, и что насчет возраста, то возраст здесь от 18 до 50 лет. Вот это критерии, это новые условия для получения данной ипотеки. На территории нашей республики также действует сельская ипотека. Она очень выгодна. Она, значит, эту программу внедрили для того, чтобы развивать села, наши аулы. Вот. И данная ипотека, значит, по данной ипотеке ставка до 3% годовых. Первоначальный взнос от 10%. Сумма 5 миллионов рублей. Значит, это в Ленинградской области, Ямало-Ненецком округе и в регионах Дальневосточного федерального округа. На территории нашей республики 3 миллиона рублей. Значит, срок кредита до 25 лет. Что можно приобрести? Можно приобрести дом по договору купли-продажи, дом по договору долевого участия. Можно приобрести, можно заключить этот кредитный договор на строительство частного дома. Можно приобрести земельный участок под строительство. Можно ли взять ипотеку без первоначального взноса? Скорее всего, нет, Альбин. На сегодняшний день, конечно, условия получения кредитов, они меняются с такой скоростью, что не успеешь следить. Но по тем данным, которые есть на сегодняшний день, без первоначального взноса, к сожалению, нет возможности получить какой-либо кредит. Но для первоначального взноса используются часто средства материнского капитала, меры поддержки по молодым семьям. Могут также воспользоваться, использовать эти средства и уже дальше получать кредиты. Спасибо, Людмила, за подробный анализ ипотечного кредитования, за информацию. Надеемся, увидимся еще в скором времени. Всего доброго. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова